Доброе утро, друзья мои! Давно не общались со вчерашнего дня, но ничего страшного, сейчас исправим этот недочет. Итак, вчера вечером московский предводитель Путин разговаривал с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Но я, честно говоря, не очень знаю, зачем Джо Байден с этим персонажем говорил, и какой в этом был малейший смысл. Тем паче, что данный разговор состоялся по просьбе московского предводителя. Ну, тем не менее, кстати, теории и версии того, о чем там разговаривали и какие были сделаны выводы у московских и американских политологов разнятся капитальным образом. Но, тем не менее, и те, и другие, в принципе, сказали о том, что речь шла о Украине на 90%. Путин продолжал угрожать Украине. Ну, это, собственно говоря, на лапочки, это никого абсолютно не смущает, это всем все равно, что он там говорит. Байден рассказал нерадивому собеседнику о том, какие последствия будут ожидать Москве в случае нападения на Украину любого. Судя по всему, московит информацию принял, потому что он там что-то прохрюкал даже в ответ, что, мол, будет поступать так, как Америка бы поступила в случае угрозы ее национальным интересам. Самое главное, ребята, то, что там этот Путин-вордякал, как вы понимаете, никому не интересно, его словесный понос мало кому интересен. Вопрос в другом. Главное в чем? Байден четко отверг все абсолютно претензии Путина. Все вот эти красные линии, которые московиты намалевали. То есть нерасширение НАТО на восток, то есть неразмещение оружия. По всем этим вопросам Путина отправили назад в бункер. Вот туда, в бункер, там тараканы у тебя живут с ним, с тараканами. Обсуждай о нерасширении НАТО, еще там о чем-нибудь. А с президентом Соединенных Штатов Америки вот это вот все обсуждать не надо. Потому что решение о продвижении НАТО на восток будут принимать исключительно в Вашингтоне, Киеве и Брюсселе. А Путин по природе своей свободен, свободен в пределах собственного бункера. И мнение Путина никого не интересует.